вуаля присаживайтесь сейчас я вас буду учить продавать дома мамкины риэлторы а именно помните этот дом это была одна из наших главных целей и надежд на покупку дома здесь в джерси дом в хилсборо по адресу 800 robin road я сейчас расскажу какой молодец их риэлтор как надо продавать дом и в принципе почему мы его не купили или даже теоретически не могли купить всплыли деталь во первых напомню вот такие вот книжечки при посещении дома когда ты взял тур на просмотр воочию лично вот сюда в домик такой заходишь и здесь маленькая прихожая а слева была полочка на которой лежали вот такого то аккуратненько тут-тр-тр-тр-тр лесенкой вот такие вот готовые брошюрки я тогда еще очень прям проникся удивился что вот какие молодцы слушайте прям распечатали тут все прям расписано что на этой фотографии что вот это типа светлое прихожая bright entrance и так далее здесь какая-то там kitchen, bright естественно тоже bright, ну там прям Brighton Beach и так далее, и так далее, и так далее то есть это раз, что сделал риелтор и это было необычно, это первое, что я здесь увидел, ну казалось бы, на ты big deal, да, типа немного там чести и труда но почему-то никто этого не делал, кроме именно этого риелтора, второе на что я обратил внимание, это они сделали свой сайт, прям под этот дом, 800 Robin Road, напоминаю, вот он везде хотел сказать красными буквами, белыми буквами на синем фоне, он везде, чтоб ты знал, за что ты борешься вот он, то есть забыть этот дом, когда ты ищешь дома наверное это третье, сейчас мы вернемся ко второму, это третий пункт это вот, когда ты ищешь дома и у тебя их много вариантов в голове, ты держишь, ну если ты не мы, потому что это у нас было всего три варианта с декабря месяца которые мы действительно хотели рассматривать, а вообще в голове у людей наверное их много и вот запомнить про какую идет речь, вы часто их обсуждаете там с супругой, это прям вот, чтобы он был у тебя вообще запечатался в мозгу чуваки его дублируют прям везде и возвращаемся ко второму это сайт что тут далеко, я на него не заходил давайте зайдем вместе с вами, давайте посмотрим я просто сделаю прям с телефона сюда вобью, просто сюда вот пошли вбивать 800 робин, это такая птичка, малиновка называется по-моему, опечатался, да? риббин, окей робин, бобин робин-бобин, кстати, мы его в простонародье называли робин-рды, что там? нет, не роды рот, полностью робин-рот точка ком ничего себе, еще и на домене ком ну, красавцы давайте поглядим, что там если он уже закрылся, интересно вдруг, если уже подписали договор нет, он существует и вот этот красавчик вот этот джентльмен который молодец его зовут Роб Роберт Веб это вот листинг-эджент это вот риэлтор от продавца который знает, как продавать дома уйди never miss не хочу на самом деле, все проще он просто сделал редирект на какой-то destination newjersey.com но в любом случае это похвально это вызывает уважение тут все расписано asking price естественно, они хотят выше какие-то ТТХ прям видео-тур home details marketing plan слушайте это очень круто и вот, кстати, здесь уже сразу видно ради чего я это видео затевал но я прям смотрю на этот сайт и офигеваю еще больше потому что затевал я это видео вот из-за вот этого когда случайно в ютюбе нам подкинуло что на этот дом даже есть видео в ютюбе давайте его посмотрим вот оно и вы узнаете этого человека это все тот же самый роб надо включить звук наверное погнали будем на весь экран раскрывать ну крутяк ну крутяк ну крутяк вот умница умница смотрите вообще все одним дублем я пытаюсь по его глазам понять он читает или он это по памяти помнит снимали все одним дублем это уже вставки я так понимаю но рассказывает это он все прям сходу вот так должен работать риэлтор продавца ребята какой красавчик блин короче ребята я сделаю небольшую паузу что я хочу сказать этот чувак знает как продавать дома и он вообще свое дело знает реально хорошо это просто красавчик это видео официально я скину ссылку под своим можете перейти посмотреть какой дом мы не смогли купить потому что на видео оно реально смотрится естественно круче чем живую но в живую этот дом был хорош это прям реально был крутой вариант который мы прям хотели купить более того вот сейчас когда я перешел на тот сайт я прям офигел что там по всем фронтам там и фейсбук тоже и так далее и так далее то есть везде где можно чувак ведет то есть если он продает твой дом чувак знает что надо делать более того чувак наверное знает еще и за сколько его надо продать а вот тут веселее и финальная часть моего видео потому что изначально мы немножечко переживали что как так всего по-моему 9 ордеров было офферов всего 9 офферов было на этот дом один из них был наш и мы пролетели я как-то упустил этот момент а потом мне жена напомнила что оказывается роб ну listing agent как это риэлтор продавца ну или продавцы я думаю он им посоветовал так себя вести продавец сказал что в первую очередь их будут интересовать офферы которые готовы сделать апрайзал вейвер апрайзал вейвер что это такое когда ты делаешь оффер и твой оффер принимается продавцом ты делаешь предложение на покупку говоришь вот примерно за эту цену я готов купить ну не примерно а за эту цену готов купить и продавец говорит окей я принимаю твой�ק в оффер через пару-тройку дней происходят оторни ревью такой юрист смотрит это все договор после оторни ревью по сути уже там назад дороги нет без каких-то выйти из сделки уже без пеналтис без каких-то там штрафных санкций нельзя но на самом деле есть возможности я не сейчас не об этом дальше будет момент когда лендер это институция которая дает тебе кредит это может быть банка может быть какие-то кредитные союзы или вообще частный какой-то там инвестор вот это называется лендер когда лендер тебе дает при оправе на эту сумму это не значит что он тебе даст эту сумму именно на покупку именно этого дома то есть тоже ты эту сумму подтянешь в своем кредите это окей ты приопрув но потом давай посмотрим что то на эту сумму хочешь купить если ты хочешь купить сарай который стоит там 2000 а остальные деньги как ну не знаю какой-то отмыв уже или я не знаю что это естественно тебе не дадут тебе Это целевой кредит, они хотят видеть эту конкретную цель, это пропорти, которую ты хочешь купить. И если эта пропорти не стоит этих денег, они скажут, мы тебе, нет, вот это процесс апрайзал, они его эвалюейтят, оценивают. Лендер оценивает эту пропорти, которую ты хочешь купить. Так вот, чуваки, выставляя за 325, предельно знали, что они даже выставляют уже выше его реальной цены. Как я и говорил на своем видео, где-то вот тут я поставлю или здесь, поставьте на паузу, можете перейти и посмотреть. Цена реальная, по-моему, где-то 280 тысяч. Чуваки штук на 50 сразу завышают, ставят 325. И все равно, наверняка, они ожидают, что мы подавали еще на 11 тысяч больше, на 336 мы им давали оффер. То есть, понятно, что это овер-эстимейтед, прям сильно переоцененная пропорти. И любой лендер, который будет потом оценивать это жилье, они скажут, чуваки, нет, оно не стоит там 350 тысяч или там 340. Потому что там вот цена 280, ну окей, сейчас рынок сумасшедший, ну 300, ребят. Но не 325, не 330 и так далее. Поэтому потом у тебя, как у покупателя, у тебя есть опция согласиться с твоим лендером или отказаться, вейв сделать от вот этого апрайзала. Сказать, мне пофиг, во сколько ты эстимируешь лендер. Если лендер, ты говоришь, я куплю этот дом за 350. А твой кредитор говорит, нет, его стоимость 300, поэтому я тебе всего на 300 не дам кредит. И ты говоришь, хорошо, я отказываюсь от этого апрайзала, я готов принять твои 300, а 50 я доложу своих. Вот это называется отказаться, не согласиться с, так сказать, оценкой что ли вот кредитора. И вот оказалось, что вот они, они как раз в первую очередь рассматривали офферы, которые готовы согласиться на вейвинг, на отказ от вот этого апрайзала. Мы же не имеем права отказаться от него, потому что у нас нету свободных денег, у нас нет своей наличности, чтобы докинуть сверху. То есть мы вот полностью можем полагаться только на кредитные деньги, которые нам вот готовы дать. И, соответственно, у нас даже нету такой, по сути, опции. Ну, мы не можем себе позволить такую опцию, как отказ от апрайзала лендерского. Вот так вот. Получается, поэтому мы пролетели и уже стало не так обидно. Но это видео не об этом. Это видео, как надо продавать дома. Поэтому, если кто-то хочет работать в этой сфере, пройдите по этому видео и учитесь у Роба. Как Роба это все. Все. Всем пока.